Как долго я настраивала светоподобное, вы бы знали. Но я хочу, чтобы я была свайлом феи, поэтому сегодня картина Свет. Всем привет! Ты не знал, меня зовут Соня, и я работаю веб-дизайнером. Часто в соцсети с картинками мелькает информация о том, что я веб-дизайнер. Это в принципе то, на чем я зарабатываю, в чем я развиваюсь, в чем душу горю и так далее. И сегодня как раз мы с вами обсудим работу веб-дизайнером. У себя в Телеграм-каналчике я попросила вас задавать вопросы по поводу веб-дизайна. И вы их задали больше 130 штук. Я, конечно, знала, что дизайн популярный, но не настолько же. Так вот, я подобрала топ вопросов, на которые я сегодня отвечу и в принципе расскажу, чего да как. Начнем мы с более обобщенных вопросов, чтобы вам было проще вникнуть тему. Вообще, перед тем, как погрузиться в какую-то профессию, я всегда советую узнавать самую базовую информацию из интернета. И потом уже, узнав какие-то штуки, входить в нее. Потому что, когда вы приходите и вы не знаете, нужен ли вам компьютер или нет, это, конечно, тяжело. Так что здесь я отвечаю абсолютно на все вопросы, которые могут всплыть в вашей голове. Итак, первый вопрос. Можно ли стать дизайнером без художественного образования, но при этом с хорошим вкусом и задатками? Однозначно, да. Потому что лично я не ходила в художку. И на самом деле от этого не сильно что-то изменилось. Вообще, в принципе, в дизайне, как и в целом в творчестве, самое главное это насмотренность и, конечно же, базовые академические знания. Но на самом деле их можно найти на любых других платформах, на любых других обучениях и курсах, а не тратить на художку, например, 9 лет или сколько там учиться. В любом случае, любые знания и образование, оно полезно, и оно всегда может вам пригодиться, неважно из какой сферы. Но это, правда, не самый важный фактор. Все эти знания можно добрать гораздо быстрее, чем художественная школа. А развивая свою насмотренность, можно делать все это и без образования. Вопрос номер 2. Со скольки лет можно заниматься веб-дизайном? В принципе, веб-дизайном можно заниматься с любого возраста, неважно вам, 12 или 45. Однако только с 16 лет можно оформить самозанятость. Мы же с вами порядочные граждане, которые должны платить налоги. И именно с самозанятостью вы сможете заключать договор, по которому вы работаете с клиентом. И в случае каких-то казусов или неисполнения обязательств, у вас договор может иметь юридическую ценность, и вы уже с ним можете пойти в суд, если захотите. Но опять же, какое-то время я работала, мне было, наверное, лет 15, да, и я работала без договора. Я работала на честном слове, я присылала договор чисто формально, чтобы люди узнали правила сотрудничества. Но он не имел никакой юридической ценности, и в принципе, все было хорошо, поэтому давайте обозначим возраст как неважно. На каких платформах ты работаешь? Ну, давайте начнем с самого базового. Все сайты я создаю на фигме. Фигме — это программа, на которой вы именно создаете дизайн. Ее можно сравнить с легкой версией фотошопа. Давайте вот так. Но у сайта, кроме самого дизайна, есть еще и верстка. Верстку можно совершать на многих платформах, но самая популярная, наверное, сейчас — это Toplink и Tilda. В чем, собственно, у них разница? Я работала на обеих платформах, поэтому точно могу сказать, где есть плюсы, где есть минусы. И почему сейчас я, например, выбрала сама работать на Toplink, и почему я обучаю работе на Toplink. Давайте пройдемся по плюсам. Самые яркие плюсы Tilda, конечно, что там огромное количество всяких разных фишек, анимаций, музыки, звука, там чего только нет. Также у Tilda есть компьютерная версия, что довольно прикольно и довольно важно для многих сайтов. Но на каждый плюс найдется свой минус. Во-первых, Tilda гораздо дороже для использования, то есть для клиентов она дороже. Во-вторых, ее гораздо сложнее освоить, там очень нужно много времени потратить, чтобы вообще разобраться в ней, как это все правильно делать и подобное. У меня есть друзья, которые верстают на Tilda, и я сама верстала на Tilda, и честно, это очень тяжело. И в принципе на Tilda создаются сайты, которые, знаете, там интернет-магазины или что-то супер такое вот важное и тяжелое. И многим, на самом деле, в первое время довольно тяжело найти клиентов именно на Tilda, потому что, во-первых, их работа будет стоить дорого из-за того, что там тяжело что-то создавать, а во-вторых, клиенту она будет дороже, потому что само обслуживание сайта стоит гораздо дороже. Теперь при Toplink. У Toplink все гораздо проще, то есть там нет какой-то сверх анимации, ее, конечно, можно настроить, но она не будет прям вау-вау, то есть приложений интерфейса гораздо меньше. Плюс Toplink это чисто мобильная версия, которую в основном используют эксперты или же какие-то блогеры, или в принципе люди, которые любят размещать информацию себе в соцсетях и давать гиперссылку. Но у Toplink есть свои плюсы. Во-первых, он гораздо дешевле, чем Tilda, что позволяет находить клиентов гораздо проще, потому что сайт стоит гораздо дешевле. В плане верстки Toplink тоже гораздо проще, что не может не радовать, потому что там реально разобраться и не тратить на это там полгода или год обучения. Ну и для меня, как для дизайнера, это гораздо круче, потому что из-за того, что я выполняю свою работу быстрее, я могу взять сразу же несколько клиентов. Мне нравится больше выполнять, знаете, три разные работы, чем сидеть над одной очень долгое время. Поэтому вот так на какой платформе я работаю на Toplink. И следующий вопрос, насколько большая конкуренция в этой сфере? На самом деле кажется, что конкуренция огромная, ну потому что сейчас все почти в интернете, все эти онлайн-профессии и подобное. Но, во-первых, сайты будут нужны всегда, это всегда запрашиваем. Плюс навык дизайна и знания каких-то базовых вещей о дизайне всегда пригодятся, особенно в современном мире. А насчет конкуренции я вам расскажу просто ситуацию со своего первого потока курса. У меня есть курс по веб-дизайну, и когда был первый поток, там есть домашнее задание, где мы делаем выравнивание сайта. Что это значит, что по сути у вас все объекты, они должны быть все там по одной линейке стоять. И есть силовые линии, это все равно что линейки, по которым мы выравниваем наши объекты. И как домашнее задание я прилагала сайты, реальные сайты популярных, популярных компаний или блогов, и просила ребят проверить эти сайты на то, насколько хорошо они выравнены. И каким было удивлением, когда большая часть этих сайтов оказывались кривыми. Вы делаете выводы, насколько много хороших специалистов работает на рынке. И если вы будете выполнять свою работу качественно, то вы станете запрашиваемым специалистом, и уже вас будут искать клиенты, а не вы клиентов. Потому что всем хочется получать качественную работу. И если вы ее выполняете, то, собственно, будьте готовы, клиенты появятся. Ну и естественно, чтобы выбирали вас, а не кого-то другого, у вас есть несколько способов. Во-первых, вы можете создавать что-то уникальное, красивое и необычное. А во-вторых, вы можете просто хорошо попадать в запросы клиентов, чтобы именно клиенты были довольны тем, что вы делаете. Четвертый вопрос. Что нужно иметь, чтобы быть веб-дизайнером? Ну, во-первых, для веб-дизайна нужен компьютер. И самое классное, что на самом деле не так важно какой. Конечно, всем кажется, что веб-дизайнер это тот чел, инфлюенсер, который сидит в какой-нибудь модной кофейне с пучком на голове, в своем новейшем макбуке, и что-то там делает. Но на самом деле не совсем. На самом деле, если вы не используете фотошопа, его не обязательно использовать, то даже самого обычного компьютера будет достаточно, чтобы заниматься дизайном и горсткой сайтов. Мне очень нравится, мне кто-то когда-то написал, типа, «Тебе легко говорить, у тебя же новейший макбук». А вы вообще понимаете, как я на него заработала? Точнее, на чем? На нем. Это ноутбук. И если вы меня попросите сейчас его включить, он не включится. Почему? А потому что он работает только от зарядки. И у меня был в стационаре компьютер, который даже не мог нормально держать зарядку. Он безумно сильно тупил, и в принципе, это было довольно тяжело, но на нем я заработала свои первые 100 тысяч, которые потратил на тот самый модный макбук. Поэтому на самом деле не надо ждать вот этого момента, что «Вот, у меня появится самая лучшая техника, только тогда я начну». Нет, вы начинаете сейчас, потом развиваетесь, и у вас появляется новая техника. Какие нужны навыки, чтобы быть веб-дизайнером? Во-первых, это навыки общения с клиентами. Что я имею в виду? Коммуникация, техники закрытия клиентов, общая осведомленность и информированность в этой теме, знание про договор, бриф и подобное, как правильно общаться с клиентами, это тоже все нужно знать. Второе — это все, что связано с дизайном, умение работать с референсами, умение работать с цветом, знание типографики, композиции, конечно, также умение находить все стоковые фотографии и шрифты, ну и, конечно же, понимание, зачем все это нужно. У меня, кстати, в соцсети с картинками часто мелькают всякие классные подборки шрифтов, подборки всяких классных цифровых решений, трендов, также полезные ресурсы, которыми пользуются многие дизайнеры. Да и, в принципе, я там рассказываю много чего, что поможет вам стать хорошим дизайнером. Сейчас я покажу свои самые любимые запросы, которые я получила в комментарии. На самом деле классные. Было бы классно, если бы ты подробно сняла, как берешь заказ, как общаешься с заказчиками и делаешь дизайн, ПТЗ и подобное. Можешь показать какой-нибудь заказ с нуля, с предпочтениями клиента, начало работы над дизайном и конца. Сколько проектов в неделю ты можешь делать, как найти первых клиентов, из чего начать, как развиваться новичку, что сделать сейчас, чтобы уже стать дизайнером. Я понимаю, что довольно многим интересно, как выглядит настоящая жизнь дизайнера. Не то, что я показываю готовую работку и такая, ну вот, это мой дизайн, а именно то, как это выглядит все изнутри. Как проходит полностью путь от начала поиска клиентов, как я нахожу этих клиентов, как вообще дизайню сайт, как я договариваюсь, как я решаю какие-то вопросы. Также, конечно же, сколько я могу заработать на этом. И, в принципе, у многих возникает вопрос, что это довольно неактуальная сфера, где очень много вообще конкурентов, но на самом деле я готова это все опровергнуть. Специально для того, чтобы ответить на все эти вопросы делом, а не просто говорить, что да, да, веб-дизайн, так классно на нем зарабатываю, я готова запустить челлендж «Это реальный угар». В режиме реального времени с 1 по 7 апреля, то есть целую неделю, я буду с вами в режиме лайф, то я буду показывать. Во-первых, как я ищу клиентов. Реальные способы, которые обеспечивают мне стабильные заказы. Как я провожу вообще переговоры с клиентами. Техника проведения, закрытие возражений и оценка клиентов. Конечно же, как я делаю сайты. Создание концепции, дизайн, верстка, подборка шрифтов, цвета, композиции, все-все-все. Также про завершение сделок. Кстати, очень интересно, потому что за эти 7 дней я должна буду заработать 50 тысяч рублей. Я, конечно, брала когда-то заказы на 50 тысяч рублей за неделю, но это прям, знаете, хардкор. И если я не выполняю свои обещания, то меня ждет наказание, которое, поверьте, вам понравится, потому что отдавать я буду вам гораздо больше. В два раза больше. Вот такие условия я придумала. Я просто очень хочу, чтобы вы реально увидели, что у вас можно зарабатывать на веб-дизайне. И, кстати, поиск клиентов у меня будет без соцсетей, чтобы не было вопросов типа «У, ты сейчас просто в соцсетях, потому что ты популярный, найдешь себе клиентов?» Нет, я просто себя отрубаю в этот способ. Помимо этого, в рамках реалиции я подарю вам полезные материалы, в которых будет тотальная стратегия, как выйти на заработок в 30-50 тысяч рублей веб-дизайнеру. Я открою продажи своего второго потока обновленного курса по веб-дизайну. Так что обязательно переходите в Телеграм-канал, ссылка будет в описании. Также вот здесь оставляю QR-код, оставляю название, все оставляю, очень жду. Так что я надеюсь, вам идея нравится. Вообще напишите, как вам эта идея, мне кажется, это просто улет. Продолжаем вопросы. Возможно ли обучиться, не проходя никакие курсы и обучение? Я сама отвечу, что я на свое обучение потратила под 100 тысяч рублей, около того. Если почитать, там 90 с чем-то, не суть. Я могу сказать так, что, конечно, это возможно. Сколько я смотрела всяких туториалов на Ютубе, сколько я смотрела всяких полезных подборок, читала сайты, пыталась углубиться в это сначала, естественно, без вложений. Но я пришла к поводу того, что вообще зачем существует обучение, потому что они сразу же рассказывают о всех факторах, о всех деталях с самого начала, и все уже имеет полностью структуру. И даже если это обучение, не знаете какой-то там high-level на год, но вы хотя бы изучаете самые базовые вещи, после чего уже добираете их, например, из других ресурсов. Поэтому, конечно же, можно, просто вы потратите гораздо больше времени, гораздо больше сил, и потом все равно где-нибудь, как я, напоритесь на клиента, который вас обманет и кинет на деньги, или же просто, ну, многое невозможно найти в интернете. К сожалению, к сожалению, блин. Сколько ты получил за свой первый заказ? Мой первый заказ стоил 2500 рублей, если именно заказ, потому что вообще мой самый-самый первый сайт я делала для мастера маникюра. По барберу. Но на самом деле это была довольно классная история, потому что потом я оставила гиперссылку на свои контакты, то есть я в конце сайтика написала, типа, созданное мной. Мяу-мяу-мяу. Вот это я дизайнер. И, наверное, потом через вот эту гиперссылку мне уже писали новые клиенты, они мне говорили, вот, мы увидели, что вы создали сайт для вот этого мастера, мы бы хотели получить такой же. Поэтому да, вот, а так, да, 2500. Но это очень мало, это полное обесценивание работы, сейчас я не беру меньше десяти. Как вообще не обращать на окружение, которое говорит, что что-то не получится, и не опускать руки? Я для себя усвоила очень важную вещь. Каждый реагирует на ситуацию так, как он привык, и как вообще запрограммировал его мозг и мышление. Условно, я уже приводила где-то этот пример, вот бабушка 60 лет, она думает так, как ее воспитал, условно, ее родитель. То есть она жила в другое время, с другими вообще приоритетами. Она жила, когда еще даже телефонов не было. И как этот человек может вам дать дельный совет о том, как стоит жить? На самом деле, даже слушая родителей, не всегда их советы будут актуальны. И поэтому вообще переживая, что подумает ваше окружение, да какая разница? Если вы реально понимаете, что что-то того стоит, что-то не стоит, вы всегда можете спросить совета у того, кто уже это прошел. Но никогда не стоит спрашивать совета, если человек реально об этом не понимает ничего, и чисто вот взгляд со стороны, ну не знаю, это все довольно жутко. И как вообще не ловить в горание, не опускать руки, на самом деле в первое время будет тяжело. Будьте готовы. Потому что я вообще еще очень давно хотела попробовать себя в веб-дизайне. Но мне было стремно, потому что тогда у меня было ОГЭ, а тут мне сразу же ЕГЭ сдавать, два класса школы. И я думаю, не-не-не-не, я не вывезу еще там обучение веб-дизайну и работу. Но в итоге что мы видим? Мне кажется, что если бы я начала раньше, то сейчас бы я имела гораздо более крутые результаты. Но из-за того, что я боялась, что я не смогу все это совмещать, я это все откладывала, но в итоге мое желание взяло верх. И я крайне рада, что я приняла это решение и вообще вступила в эту сферу. В первое время было тяжело найти клиента, в первое время было тяжело все это осваивать, потому что нет результатов каких-то, все кажется каким-то неправильным, люди отказывают и так далее. Это, конечно, тяжело, но как только вы перебарываете это все, перестрессуете тысячу раз, пошлете, но все равно будете стоять на своем, развиваться, вдохновляться и стараться в этом всем вообще улучшаться и как-то вообще развиваться, то, поверьте мне, успех придет. И не надо думать, что вот кому-то повезло, а кому-то нет. Просто кто-то работал, и вы об этом не знали, потому что не каждый рассказывает, что типа он сидит и плачет ночами, думает, что это все бессмысленно. Вот так. Если у вас есть еще какие-то вопросы, то обязательно пишите мне их в соцсети или же в комментарии, я буду рада на что-то вам поотвечать. Думаю, что здесь можно закончить. Я вас очень жду на своем реалити, который начнется уже 1 апреля, ссылка внизу в описании. Также соцсети с картинками, также мой телеграм-канальчик. И я буду очень благодарна вашей подписочке, мне это очень важно, очень приятно. Я стараюсь здесь делиться всем самым милым, откровенным и сокровенным. И помните, что у вас все получится. Идите к своей цели, развивайтесь. И я уверена, что все-все-все у вас будет хорошо. Пока, целую. Вы, кстати, не заценили картину? Она такая красивая.